Давай я сейчас сразу передам привет, тут еще пришел в трансляции. Тебе привет из Александрова, от Владислава Лукьянова. Спасибо, Александрова большой привет. Я скоро буду выступать в Балакирево. Это рядом с Александровым. Ого, а где ты там в Балакирево будешь выступать? В ДК что ли? Не знаю, наверное. А я там просто играла в концерт в ДК. Вот, и я просто какой-то совершенно потрясающий. Вы там же был в этом Балакирево? Нет. Но она очень миленькая. Там вообще есть рядом какой-то прекрасный город Радужный. Вот, это за то, это закрытый город. Мы там тоже играли в концерт. Вот человек влюбленный в Радужный. Слушай, надо записать такой гимн. У тебя что-то со шнуром. Да, я знаю. У нас еще ремень какая-то фигня, но это... Это вот для чего нужна шляпа формы ветра, понимаешь? Чтобы у нас вот звук не вылетал. Ну ладно. Как мне ничего не останется, если вы будете шнуры покупать? Давайте я вам его лучше запаяю. Слушай, а заметана. Хорошая идея. Нет, на самом деле, мы правда были бы рады. Ты сам это сказал, прости. Так что после эфира ты никуда не спешишь? Нет. Паяльничек, я думаю, мы найдем. Все нормально будет. Все, в следующий раз переносите все свои шнуры на концерт. Буду паять. Но деньги все себе заберут. То есть ты для этого... О, я поняла, зачем у тебя группа. Они все играют музыку. Ты, значит, пляшешь. А у тебя будет супер концерт. Где ты не будешь плясать на сцене, ты будешь сидеть паять, петь. А все будут играть. По-моему, это офигенно и концептуально. Со школы так и повелось. У нас обычно всегда на репетиции был включенный паяльник. Для тех, кто плохо играет. У меня тоже возникла эта мысль. Только сейчас, спустя много лет. Но тогда мне это в голову, к сожалению, не пришло. Играли... Но с другой стороны, играли все плохо. Я тоже. Так что, может быть, и хорошо. Что мы использовали паяльник для того, чтобы чинить пульт, который каждую минуту ломался. Был один паяльник. Прости. А вот, кстати, если бы этот паяльник распаялся, то как вот паять паяльник, если нет второго паяльника? Тогда надо устроить фестиваль. Позвать еще кого-нибудь. Какую-то группу, которая придет со своим паяльником. И тогда все станет хорошо. И будет суперджем. А вообще хороший псевдоним паяльник. Там, Стас паяльник, например. Нет такого? Нет, такого пока вроде нет. Вот, отлично. Я буду Илья паяльник. Ну да. Мне кажется, что это должно быть какое-то... Для альбома шансонного какого-то вот такого вот. Мне кажется, что вполне себе на родину шансон можно с этим идти. Мы позавчера на репетиции придумали шансоновый альбом. Значит, группа «Реновация». Альбом «Ничего не жалко для братвы». Но наш гитарист сказал, что сейчас так никто не делает. Я говорю, что ты, Миша, в плохом смысле. И, ну и вот, в общем, мы не можем. Если он не хочет, то мы уже все. А, ну ладно. Потому что его уговорить невозможно. Всех остальных еще как-то можно. Слушай, а как ты уговариваешь ребят играть, если те сны, которые тебе снятся? Не снятся им. Да. О, это вообще очень сложно. Я чувствую, что я с каждым годом все больше дипломатом становлюсь. И в конце концов, у меня можно будет даже, наверное, уже на какую-то должность брать государственную, дипломатическую. Договариваться с каждым участником о том, что вот эту ноту все-таки надо сыграть. Хоть она и поперек горла ему встает. Ну, это как бы особое умение. Вот. Лет 10 назад я бы, наверное, просто уже всех разогнал бы нафиг, а сейчас вот я как-то уговариваю. Я не могу объяснить, как. Ну, вот очень так, всяк там. Ну, ты просто очень терпеливый. Ну, я, да, я учусь этому постепенно. Смирению, терпению. Паяльник учит? Молитву. Нет, паяльник мы больше не используем. То есть у вас все настолько хорошо с проводами? Ну, словом. Ну, да, и с проводами, и словами мы можем договариваться с ребятами. Но если кто-то что-то сказал, что вот нет, тогда все. Я дальше просто даже не продолжаю. Вот как, например, с альбомом «Ничего не жалко для братовой группы» и «Реновация». К сожалению. Слушай, а... Никогда мир его не увидит. А какие у тебя еще есть проекты, кроме небослова? Вот «Реновация» и еще? Реновации нет, я же сказал. Ну, в смысле, как бы, а вот осуществленные есть какие-то еще вот такие? Параллельные какие-то? Ну, вот если я что-то импровизирую на монет «Группа Палева», хотя я начал это делать и до того, как узнал группу, так что мы так параллельно с ними пришли к этому. Тогда это называется «Хор О Шо». Это все выложено, можно послушать. Мне больше всего... Вот послушайте трек, называется «Людочка». Он на полчаса, это мой любимый трек. Потом я выяснил, что, оказывается, есть такая история, что какая-то была Людмила, космонавт, которая погибла после Гагарина, она летала. Вот. А я сочнил песню про космонавта Людочку, случайно. Вот. Еще есть группа «Сестры Люмьер». Это то, что вот за... Это уже песни готовые, но они записываются очень быстро. Сразу вот мы сели и записали быстренько. Я выкладываю, это называется «Сестры Люмьер». Ну, еще есть всякие спектакли наши. Ну, про спектакли это потом, давай, потому что это очень большая тема, я тебе хочу помочь, ведь мы прям с Соней тебя... Мы придумали целых 12 вопросов про спектакли, но, конечно, мы тебе не все зададим, не переживай. Я думаю, давай мы сейчас песню, а потом тогда про спектакли. Давайте. Песня. Да, ребят, не стесняйтесь тоже, пишите вопросы. Видите, все очень мирно, весело, и можно спросить всего даже про паяльник. Песня... Сейчас. Она... Вот то, что приснилось. То есть, как бы, ну, какие-то слова я потом дописал, потому что я столько слов, конечно, не запомнил бы, но вот сама мелодия приснилась и начало песни. Я тебя не знаю, я тебя не помню, Я тебе желаю не встречаться никогда, Я тебя не вижу, я тебя не слышу, Для меня ты просто незамерзшая вода. Улетают птицы, убегают звери, Солнце пусто в небе, необычная весна. Ты меня не встретишь, просто не заметишь, Ни земле, ни небу встреча наша не нужна. Словом или делом, черное на белом, Не вопрос поддержит, если вдруг совсем труба, Кто стучится в двери, счастье нам отмерит. Кто ложится рядом, тот считай, есть судьба. Но однажды утром, необычным утром, Мы проснемся с чувством, что как будто жизнь прошла. Пролетело время, были мы не с теми, И в углу стояли наши белые крыла. Станем ли как дети, если вдруг на детях, Станем ли как птицы, или может поздно все, А не хватит песни на влаги и вести. Пусть нам теплый ветер новых песен принесет, Краденое солнце светит из-за конца, Светит и не греет, точно черная дыра. Я тебя не знаю, я тебя не помню, Я тебе желаю бесконечного добра. Космос бесконечный и бесчеловечный, Мы не мои точки, он не спросит ни о чем. Только если где-то вдруг наступит лето, Улыбнись все краткой и задень меня плечом. Только если где-то вдруг наступит лето, Улыбнись все краткой и коснись меня крылом. Спасибо, я бы не стал писать песню с такой мелодией Никогда в жизни, даже под паяльником, мне кажется. Почему? Ну вот не стал бы. А вот во сне приснилось, и уже как родная, и пою. То есть можно подсунуть тебе в сон мелодию? Какое угодно, чего угодно вообще. Вот так вот. Даже лепса можно мне во сне присниться. Ужас какой. Бывало такое? Нет. Мне кажется, это надо что-то съесть не то, Что-то такие сны снились. Или выпить, или съесть что-то не то. Не, ну Путин, например, мне снился. И что он тебе напел? А мы с ним не пели, мы с ним сидели просто рядом. Я что-то хотел у него спросить, что-то и так и не спросил. А еще мы с ним однажды были на приеме у президента Казахстана, Тогда еще Нурсултана Назарбаева. Да, и там был хор, и он пел сейчас такую песню. Президент Казахстана, Нурсултан Назарбаевна. Нас не закроют, интересно, после этого. А что, я не знаю, а что. Он, во-первых, уже не президент. Его после этого как-то это, не знаю, связано. А тебе снились, когда они сны с продолжением? Да. Иногда мне, например, снится какая-то песня, А потом я ее записал, потом я ее засыпаю, И мне снится басовая партия из этой песни. Правда. Причем потом оказывается, что она, ну, не из этой песни, Просто так во сне казалось. Она вообще туда не подходит никак. Ну, тоже пригодится в хозяйстве, в общем-то. Все пригодится, но, понимаете, это же невозможно разбирать. Ну, представьте себе, в году 365 ночей. Если по два хотя бы файла за ночь, это 700 файлов. Это, блин, пипец. То есть ты иногда радуешься, когда тебе ничего не снится, да? Нет. Я отпугаюсь, я думаю, так, все. Что же я буду дальше делать? Я же уже разучился писать песни. Да ладно, но выходные же тоже нужны. Ну, кому нужны? В выходные нужны тому, кто работает. А, то есть ты не работаешь? Тому, кто спит. Слушай, а когда вот ты приезжаешь на фестиваль, Там же очень громко, там же музыка играет почти круглосуточно. Что тебе снится на фестивалях? А я на фестивале почти не сплю, там же невозможно спать. Там все время музыка играет. Я однажды просто уже засыпал, думаю, ну все, я сейчас усну, я сейчас усну. И тут кто-то включил песню, дядя Ренат приехал, ну, я проснулся, и я не знаю. Нет, на фестивале-то невозможно спать. Вот это, кстати, большой минус для меня в фестивале. Больше, по-моему, минусов нет, все остальное я очень люблю. Вот. Просто спать не дают. Но, с другой стороны, наверное, даже я тоже на фестивале играю ночь. В пять утра, например. Тогда я кому-то спать не даю. Так что все в мире готово. А как много ты вообще спишь? Ну, нормально. Я в последнее время стал спать, наконец-то. Я придумал, что можно закрывать окно. Вот. И не слышать шум по улице. Стал спать нормально. Слушай, а сколько ты часов спишь в сутках? Ну, трех до девяти, наверное, где-то так. Просто ты так круто рассказываешь, что мне кажется, что у тебя во сне проходит большая часть жизни. Нет, нет, мне никто не даст, у меня же куча дел. А, передают привет коллеге музыканта из археологии. Феди Камышилин тебе привет передает. Спасибо, взаимно ему. Он очень классную паузу придумал в одной моей песне. Что за пауза? Он палочки что-то забыл. Не, он так, у нас просто на паре репетиций на барабанных играл. И он так, в какой-то песне сказал, вот здесь надо паузы. И так все, и так мы оставили. Я, правда, не помню где, в какой, но я помню, что вот оставили. На альбоме она уже где-то есть. Там с паузой. Круто. Слушай, я сейчас тебе расскажу такую смешную штуку. Я когда жила на севере, там полгода полярный день, полгода полярная ночь. И когда ты спишь полярным днем, у тебя постоянная какая-то дикая движуха, потому что ты не можешь нормально вырубиться, потому что солнце светит круглосуточно. Даже за шторками. Да, это прям вообще жесть. Слушай, а если бы ты попал в полярную ночь, где солнышко не мешает, вообще все круто, мне кажется, для тебя бы это, наверное, было бы прям совсем таким прорывом творческим. А мне солнышко не мешает. Во-первых. Потому что я человек, родившийся в Таджикистане, я очень люблю солнышко. Я могу под солнышком спать. А во-вторых, у меня не может быть творческого прорыва, потому что это не творчество. Я ничего не делаю. Я просто записываю то, что уже готово. Ну как вот стенографист. Какое там творчество? Ну ты же обрабатываешь потом. Ну обрабатываю, но это все равно не творчество. Ну нет, конечно, это творчество. Но это не то творчество, которое прорыв, там, в меня осенило. Ну что тут может осенить, уже все готово. Надо только как-то его донести до слушателя и все. Ну да. Не, ну тоже как бы имеет вес. Я просто на самом деле, мне все время кажется, может, я такой человек, знаешь, как бы такой дикий перфекционист, который прямо там работает над какой-то там песней, сказкой, не знаю, ну какой-то там, какой-то штукой. И я это реально считаю работой. Я иногда настолько устаю от этого, как будто я разгрузила, я не знаю, товарняк, серьезно. Ты просто еще товарняки не разгружала. Откуда ты знаешь? Ну потому что, если бы ты разгружала, ты бы такой срок не сравнивала бы, да. Ну слушай, я разгружала коробки с книгами. У меня была своя книжная, это дикатская книжка. 60, да, коробка. Да, извини, это положено. Да нет, нет, это рвально сейчас. Просто я разгружал, хотел бы повыпендриваться. Ну да, понятно. Слушай, давай песню споем, потому что болтать бесконечно можем. А у меня опять родилось миллион вопросов, которые надо успеть задать. Давай. Вам какую-то идиотскую, веселую, да, спеть? Давай идиотскую. Ну давай. Но она не очень идиотская, но такая нормальная. А как будет она называться? Т9. Т9? Да. Круто. Я пишу Буратино, А пишется Снеговик. Я пишу Телепузико, А пишется Абрикос. Я пишу Циолковский, А пишется Резерфорд. Я пишу Километр, А пишется Карбофос. Доба на Т9 ты меня достал, Исправлять за тобой я в конец устал. Окей, Google, Как отключить Т9? Доба на Т9 я на стройке в лес, Доба на Т9 я звоню на АТС. Барышня, Как отключить Т9? Я говорю привет, А получается отвали. Я трясу фигню в бутылках, Получаются корабли. Я кричу Боша хватит, Все слышат привет. Я говорю я пас, Получается дайте две. Доба на Т9 я совсем пропал, Доба на Т9 я читаю мануал. Так, Как отключить Т9? Доба на Т9 это форменный облом, Доба на Т9 я там новый Вавилон. Ааа, Где отключить Т9? Прости, прости, Мои мысли не перевести. И что бы я ни сделал, Выходит, надо на фигня. И смеется редактор, Стоящий на полпути. Он сходит с ума, И сводит с ума меня. Я лезу в словарь, Я не сплю до шести утра. И вот засыпаю, Падая в теплый туман. Во сне тетя Таня мне шепчет, Все это игра. Степашка, Спокойно, банан, Это просто банан. Ты что-то сказал, И все тебя, конечно, поймут. Ты черный квадрат нарисуешь, Все скажут квадрат. А если захочешь нам спеть, Все тебе подпоют. Ты просто буква, А 9 лишь цифра, дурак. И нет чувства, Что все превращается В страшный бедлам. И чувства, Что кто-то опять за тобой следит, На тебя глядит. И нет никаких задолбавших, Контекстных реклам. И тебе не одобрил, Непрошенный в банке кредит. Так что спи, Степа, спи. Спи, Степа, спи. Гуди прилетели, На головку сели, Сны твои лилия. Пси, Степа, То, Кот, Вов, То. Гуди прилетели, На головку к теле. Блин, где тут включить-то, У нас в гостях Илья Небаслов, Это эфирник, Массолит, Радио Быть Добру. Все, как вы привыкли, Каждое воскресенье. Все так, все так. Рады видеть гостей у нас в зале. Рады видеть людей, Которые смотрят нашу трансляцию. Не забываю напомнить вам о том, Что вы можете оставлять свои комментарии К трансляции, Передавать привет, И задавать вопросы. Все они будут озвучены. Вместе с вашими именами. Ну, большинство. Чего-то два только было, Или один. Ни одного не приходит. Как это? Был привет. Два привета были переданы, да. Вопросов еще нет. Вот, собственно, да. И зрители, которые в зале у нас находятся, Тоже могут задавать свои вопросы. Подходите к нам в нашу Импровизированную радиорубку. Если стесняетесь, Приносите вопросы на бумажках, Или мы дадим вам бумажку и ручку. Или, если уж совсем стесняетесь, Пишите вопросы в комментариях к нашей видеотрансляции. У нас так делали. Мы знаем, что говорим. На татарском языке. Можно и на татарском. Можно и на армянском. Но это если стесняетесь. Просто очень. А, кстати, да. Вот знаешь ли ты таджикский язык? Нет. А почему? Я только русский знаю. Какой? Русский. И все? Да. И больше никакого? Ну, там, по-английски чуть-чуть могу, Там, чтобы не потеряться где-нибудь. А долго ли ты прожил вообще в Таджикистане? 17 лет. И ты не только по-русски? Ну, к сожалению. Не, не к сожалению, конечно. Но просто я жил в русском городе. И там не было такой необходимости знать таджикский язык. К тому же все таджики, которые там были, знали русский. Кстати, я их спрашивал. Говорю, а вот вы на каком языке думаете? А они говорят, ну, на каком... Я хочу сказать что-то, на таком и думаю. Я говорю, а если ты не хочешь ничего сказать, я не знаю. На каком языке вы молчите? Так я и не узнал ответ на этот вопрос. А вообще не было когда-то желания выучить какой-либо другой иностранный язык? Да, очень хочу выучить язык, очень хочу. Но я не представляю, как это сделать. А какой? Да, любой вообще. Ну, там, в Сербию едем, хочется сельский выучить, турецкий хочется, там, не знаю. Ну, мне кажется, сейчас в интернете столько возможностей для самостоятельного обучения. И во сне, да. Во сне песни. А песни на иностранном языке не приходили тебе в голову? Ну, вот на английском могут мне сняться, хотя английского и не знаю. Это от Ринга Старра. Еще от Фрэнка Заппы, от Пола Макарки. Интересный хор. Ну, на какие-то еще там итальянском, по-моему, на французском снились. На таджикском снились, да. На таджикском, да. Но я не знаю этих языков, поэтому это все просто... Ну, блю-блю-блю-блю. Это было бы очень интересно. Мне кажется, нужно записать такой альбом. Так я давно хочу. А ты музыкой там? Там начал? Сны народов мира. Хочу называть альбом. А ты музыкой там начал заниматься? Да. Вообще, сколько тебе было лет, когда в твою жизнь пришла музыка? Ну, нисколько не было, еще лет. А, тогда пришла еще тогда? Ну, родители очень любили всякие пластинки слушать все время. Но все время там звучала музыка. А всякие какие? Наши, зарубежные? Ну, там Алла Пугачева, например. То есть, на чем воспитывался небослов? На каком музыке? Высоцкий, Алла Пугачева. Старсонл 45. Ну, это такая группа была. Ну, я не знаю, ты что, у всех эти одинаковые пластинки были все детские, вот эти все, гременские музыканты там. Собственно, мне кажется, вся моя музыка, она есть на пластинке «Гременские музыканты». Соответственно, в школе тоже там учился, да? Первые там. Ну, за 17 лет сложно было не поучиться в школе. А музыкальную школу ходил ли? Да. Ходил. По какому классу? По баяям. По баяям? Да. Я закончил ее даже. Ты играешь на баяне. То есть, по всему этому, ты еще играешь на баяне. А где-то есть в записанном виде твой акомпадемент на баяне? Да, почти на каждом альбоме «Небослово» есть баян. Ну, я на нем играю. Это ты? Да. Ну, еще есть видосы всякие там с концертов. Слушай, а у меня такой вопрос возник. Я тут просто в последнее время очень много с такими интересными людьми общаюсь, которые переезжают из каких-то очень далеких лес в какие-то очень далекие места. Ну, реально, причем у меня вся неделя такая вот трудная в этом плане, чтобы много всяких общений. А скажи, когда ты первый раз попал в Москву, какое было твое ощущение, впечатление от Москвы вообще, как решился на вот эту историю с переездом? Ну, все наследие тоже нормальный же, взрослый человек. И какое-то ощущение у тебя возникло от более северных мест, скажем так. Я даже больше про природу и какое-то ощущение, а не там про политику и все остальное. Ты знаешь, смешно говорить, что я был взрослым, мне было 17 лет всего, это так себе взрослые. Ну, ты же понимал уже. Ну, я не мординю. Ты чего не понимал? Я такой дурак-дурак, как сейчас-то. Ну, где, не знаю, ну, мне было классно очень. Я не могу сейчас описать. То есть мне нравился вот дождь, когда идет. Там, в Саджикистане редко дождь идет. Идешь под зонтиком, и прямо вот это ощущение классное. Как будто ты лирический герой какой-нибудь песни Виктора Цоя. О, круто! С альбома «Ночь». И ты такой, девушка, отряжаешься от стеклах в ретре, ну, а вот мимо тебя, те кудрики машин в этой серии. Такое ощущение. Не знаю, мне Москва очень понравилась. Я в ней просто кайфовал. Потом что-то я ее возненавидел. Пару лет я просто не мог вообще жить в ней. А потом опять полюбил, и все, нормально стало. Сейчас опять вот начинаю ненавидеть немножко в связи с тем, что происходит вокруг нашего дома. Ну, его собираются сносить, и я не хочу оттуда уезжать. Вообще, нет, хотя бы поселить в какой-то многоэтажный дом. Не хочется мне. Мне это прошло несколько лет назад. В общем, теперь живу на 17 этаже. Ну, нормально, нет? А, ну, тут ты вообще не живешь. Ты где-то, я не знаю, где ты. Ты можешь побывать с тех пор? Я не знаю. Я не знаю.